продолжаем наше видео по поводу моих покупок моего нового увлечения и посылок пришло очень много и как это все показать я не знаю я ничего не успеваю но постараюсь делать побольше а потом уже буду выставлять значит пришел мне вот такой вот вот видите здесь все такое разное абсолютно разное сейчас я высыплюсь коробочкой рядом здесь такая высыплюсь эту коробочку надо было конечно это сделать раньше ну да ладно не помню из-за чего я его купила но из-за чего-то купила что-то мне в нем понравилось показываю первую вещь первая вещь это вот такой вот кулон кулон не маркированный их много обыкновенно потом вот такая ракушка я уже говорила что ракушки я не как бы никак но это ракушка по-моему вот видите тут что-то было нарисовано если я не ошибаюсь или не нарисовано выгравирована какая-то птичка в общем есть какой-то рисунок и что с ней тут я не знаю ну в общем вот такая ракушка листик бижутерии я думаю что здесь абсолютно все современное но что-то мне там понравилось тоже никаких маркировок нет листи гладенький такой кулон еще вот такая я так понимаю что это типа керамика это какая-то вонючка потому что вот здесь для машины или для чего не знаю или запах шкаф кладется туда наполняется чем-то такая потому что у меня есть такие маленькие как таблеточки вот их складывающие вот это а это кулон смотрите кого он тоже нет никаких маркировок он такой массивный кулон цепочки нет но все равно так вот такое вот что-то детское это по моему из гарри поттера и маркировка здесь есть сейчас я вам скажу W и был что-то такое по моему вот так вот это не знаю как это звучит аналогичного точно такой же только рыжий да да это из гарри поттера эти герои сейчас подождите посмотрите еще что-нибудь из этой серии есть потому что вот вот кто-то с таким же с такой же маркировкой вот летит нами кто-то к нам летит потом вот такая кулончик это я не знаю к сумке наверное крепится потому что или к браслету но не знаю кто носит на браслетах кареты обычно на них едет но колесики видите ездит не ездит а верну крутится господи поэтому можно покататься поехали вот такой кулон к этому кулону нет тоже никакой цепочки надо что-то искать вот этот приятный цвет такой коралловый ну вот такой вот кулон без маркировок тоже купила я наверное потому что бусина моя драгоценна все я поняла почему я купила я увидела так вот такой вот кулончик опять-таки ракушка если кому-то надо ракушки в аквариум пожалуйста обращайтесь все вот видите из-за чего был куплен этот лот я предыдущих видео их у меня немного на я говорил что вот когда в лоте есть вот такие бусы я покупаю вот всегда потому что эти бусы мне нравится очень всегда значит вот есть такой еще кулончик грушевидный ну тоже без маркировок что-то тут у меня одни кулончики собрались значит мне так надо было вот что это это наверное тоже кулончик хотел сказать что это я не понимаю вот поняла видите вот так вот такое сердце с ключиком и ключик где-то потерян холодное сердце это называется ледяное сердце теперь вот к браслету ну кот это я сделала браслет одному человеку моему любимому вот такой вот кулончик что-то тут для папы написано папа тоже современное конечно все здесь мне кажется современное но мне попались вот такой вот попугайчик кстати я где вот он второй это серьги и два попугайчика попугайчики были мне кажется желтенькие желтого металла но сейчас они посвятили или просто их надо почистить ну вот так и они висят как то вот так вот ну я не знаю ну может быть попугайчики кто-то носит носил не носил потому что он ну по носу теперь браслетик вот такой вот браслетик с замочком таким люблю я такой замочек видите что с этим браслетиком случилось я даже не знаю я не могу предположить конечно там можно его восстановить но я не вижу просто смысла таких браслетиков много камешки блестят ну посмотрим я подумаю что я буду делать и маркировок по-моему никаких да никаких ну вот браслетик а вот смотрите камни блестят и вроде бы не очень заношенные а внутренняя сторона смотрит ну нет весь заношенный все разбираем на камешки выдираем камешки потом господи что тут такое а вот кулончик ну я думаю что это тут написано Уолт Дисней но я не совсем думаю что это Уолт Дисней потому что какая-то надпись такая она как будто бы трафарет ну и очень легенькая может быть для девочки какая-то акция была или такие изделия делают потому что русалочка с ракушечкой ну попалась нам теперь брошка брошка по всей видимости 8 марта с хвостиком потому что смотрите какие тут цепочки да и здесь вот такая она ну я думаю что она современная эта брошка ну во всяком ну не так чтобы совсем современная но ну как-то она такая ну застегивается единственное что мне кажется что тут еще должно что-то вот быть вот видите как когда смотришь ты ж не можешь вот так вот брошку одеть и тут будет дырочка значит там что-то было может быть какой-нибудь цветочек или что-то но я не знаю не знаю для нас она не носим не носибельная носительная такая вот часть от брошки пока запчасть какая-то браслетик китайский китайский я думаю что их производства посмотрим это вот продолжение перышко из Гарри Поттера вот к тем куклам мы можем а вот сам Гарри Поттер пожалуйста смотрите вот и то же самое это можно сделать для девочки красивый браслетик для девочки здесь вот ой улетела ускакала упрыгала упрыгала такая вот маленькая запчасть от брошечки вот так теперь такой вот малюсенький кулончик кулончик малюсенький камешек малюсенький кулончик современненький Ну, такой вот кулончик. Хорошенький. Ну, кулончик мне нравится. Тут вот камешки. Видите, вот как все культурно. Камешки для ремонта. Тут моя чашечка для ремонта. Это, наверное, камешки из вот этого вот. А, нет, не из этого. Вот видите, у меня теперь есть зайка. Плейбой у меня. Идальончик. Ну, таких, конечно, я думаю, много. Специально я бы покупать его не стала. Ну, такой зайка и зайка. Тоже кулончик. Не знаю, я кулончик без петельки, но это я отремонтирую. Это вообще, я даже не считаю, что внутри будет ремонт. Колечечко найти к нему. Так вот смотрится так ажурно. Красиво. Вот Волт Дисней. Ники Маус нам достался. У него нету застежечки. Сейчас, подождите, от коробочки посмотрю, застежечки нету. Да, нету. Вот так. Ники Маус, Волт Дисней. Ну, застежечку я найду. Что вот это? Я не знаю абсолютно. Ну, наверное, что-то это носит. Пинкармия. Что-то пинкармия, да? Розовая. 2016. Окей. Пусть будет. Теперь у нас есть вот такая фея. Фея цветов. Пиксель. А пиксель, пиксель без брошечки. Нет, не эта. Там еще одна была, но я сейчас не буду искать. Видите, она современная, да? Вот. И можно посадить на клей. Там. Сейчас, подождите, сейчас я посмотрю, куда я ее положила. Это потому, что очень мало. Да, не очень пока. Вот видите, и здесь две. Так, раз, и все. И пиксель целехи нет. Можно носить где-нибудь, кто-нибудь. Ну, у меня браслетик вот такой. Вот браслетик. Не понимаю, он здесь спаянный. А тут тоже припаянный. А в середине он как бы вот так. Видите? Вот. Сердечко. И даже какой-то бренд. Сейчас мы посмотрим, что это за бренд. Бренд, бренд, бренд. Сейчас смотрим. Ривер Ирсланд. Вот это вот магазин, да? Ривер Ирсланд. Ну, конечно, браслетик современный. Там, я не знаю, сколько ему летли. Десять, может быть. Может быть, пять. А может быть, вчера напечатали. Напечатали. Вот такая черепашка. И посмотрите, с этой стороны, какой у черепашки пузико. Видите, как ажурненькая такая. Ну, конечно, тоже маркировок никаких, но черепашка. Мне нравятся всякие животные. Я вот сейчас там купила тоже очень такие красивые. Приду, поделюсь с вами. Вот еще замочек. Ну, замочки это надо, потому что все ломается. Вот это вот камешек от сглаза. У меня такой был камешек золотой. Я прикалывала его на внутреннюю стороне рубашечки. Так, это... Ребенку. Это сюда. Такая просто бусина. Просто бусина, не знаю. Вот туфля. Чей туфля? Не знаем, чей туфля, да? Ну, туфля есть. Пожалуйста. И вот из-за чего... Вот две вещи, из-за которых был куплен этот лед. Вот это все, видимо, туфля. Потому что он туфля. И вот, пожалуйста, смотрим, да? Я понимаю, что таких браслетов много, но когда мы видим Hello Kitty, мы берем все. Потому что у меня есть последователь. И он... Ему надо все. Нам надо все. И... Значит... Сейчас я вам покажу. Ничего не скажу. Sanrio. Написано Sanrio. Что там Sanrio? Как это? Я не знаю. Но мне даже не важно, что это надпись. Потому что ко мне... Я когда иногда смотрю там на ebay, ко мне приходит человек и показывает, что ему надо. Командует. Вот, видите? Вот. Такой вот. Нам надо вот такое все. Чтобы было бантик, чтобы были бусинки, чтобы был розовый цвет обязательно. Ну, вот это такой вот лот один. Сейчас я вам покажу еще один лот. Да, мне он очень нравится. Но, как с ним справиться, я не знаю. Куплен был он из-за коробочки. Да, это я отодвину. Отодвину. У меня тут есть миска. Вот. 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 Сейчас отодвину. Потом сложу в коробочку. Потому что... Не знаю, какие вещи оставлю себе, а какие пойдут в утилизацию, как я их называю. Значит... Теперь... Смотрим. Еще один лот. Вот. Это я на покупала. Очень много всяких вещей. Вот смотрим, да? Вот смотрите, как упаковано все красиво. Сами конверты я вскрыла. Вот. И тут такие вот пришли мне... Ну, как бы целый набор. Я не скажу, что я очень люблю жемчуг. И что я буду носить. Но... Я не понимаю, почему мне он так продлинулся. Это была вот всего лишь вот эта вещь у одного человека. А я что-то почему-то купила. Так. Ну, тут все запуталось у меня. Как водится. Вот так вот. Показываю. Надеюсь, вам видно. Ну, цепочка достаточно длинная. Вот так вот. Такие коралловые. Очень-очень приятный цвет. Такой вот. Я прям не знаю. Потом вот такая вот длинная брошка. Сюда же шла, да? Вот. Показываю. Вот с таким вот замочком. Вот. Застегивается. И как карабинчик закрывается. И вот. Тоже с бусиной с одной. Но вот с бусиной жемчужной, да? Ой, с тремя бусинами. Одна большая, а две маленьких. Я даже две бусины этих не заметила. Ой, опала. Вот так. Одна брошка. Вот ее, наверное, надо, знаете, на край лацкана. И вот так вот. Как лацкана идет. Допустим, в пиджаке, пальто может быть. Но это, не знаю я. Вот так. И вот еще брошь. Видите? У них у всех есть какая-то маркировка, да? Я посмотрела, но... Сейчас расскажу. Так. Какие? Просто цифры. 150. 51. Еще буква А впереди. Ну... Мне это ни о чем как бы не говорит. Потому что пока я не разбираюсь так вот хорошо. Прямо как многие могут взять, посмотреть. Ну, вот такой вот комплект. Пришел очень красиво упакованный. Спасибо большое продавцу. Это из Лондона комплект. Вот. И... Колье тоже маркированное. Тоже просто цифры. Я вот посмотрела на... Мне там... Причем... Маркированное. Вот видите? Ну... Как показать так, чтобы было видно. Вот. Я же не знаю. с той стороны. Я показываю. Для меня это... Сейчас скажу, что тут... Чайная. 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 Чайная, наверное. Чайная. Ну... Я не знаю. Но сделан он очень хорошо, да? Так вот не очень мне нравится вот это колечко. Мне кажется, что оно неродное. Как-то вот смотрите разница, да? Ну... Это можно всегда заменить. Ну... Пока я просто... Даже не знаю почему. Но я купила. Мне понравились камни. Оно очень красиво было сфотографировано. Я купила. Вот. Хочу показать вам этот шелот. Так. Я надеюсь, это все пакеты из этого лота. Потому что я могу напутать... Вот. Там вот все. Вот. Вот. Лышки шершат. Это завес. Воздулись. Еще кому-нибудь даже запутали. Вот. 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 Шуршики. Кулечки шуршики. Да. Вот это я купила вот за этой коробочкой. Видите? Вот коробочка. Кулечки. И еще кулечки. Да? Аккуратно, приятно. По всей видимости, перчатки будут чисты. Так. Давайте вот это отложим. Первым делом я хочу показать на свое сокровище эту коробочку. Потому что у меня она очень понравилась. Она, ну, тоже была хорошо сфотографирована. Коробочки я люблю. Коробочки. У меня есть одна коробочка. Я просто ее достаю и смотрю на нее. Любуюсь ею. Вот. Видите? Вот такая коробочка. Коробочка деревянная. Да? На ней, ну, просто ничего нет. Ни в ней, ни на ней. Ни намаркировано. Она не написана, не нарисована. Я даже не понимаю, почему она произвела на меня такое впечатление. Вот она даже, видите, как бы, ну, не стоит вот на поверхности. Вот. Ну. Тут ее с собой в руке носить надо, видите? Вот. И ходишь. Коробочка. Так. Показываю коробочку. Теперь, значит, вместе с коробочкой в придачу мне пришла вот такая брошка. Мне пришла вот такая брошка. Русский язык. Надо учить. Вот такая брошечка, да? Очень брошечка. Красивая. Я так и видела. А маленькая, ненавязчивая. Но, видите, нет булатки. Да? Смотрим, что на брошечке. На брошечке. На брошечке. Кто-то проверял, золотая она. Нет. Но написано роллит. Роллит голд. Где это написано? Почему это написано? Где-то под листочком как-то. Не понимаю. Не на самой брошке, а с другой стороны, по-моему. Нет, но я вам не смогу показать, где я это прочитала. Потому что я уже сама не вижу, где я это нашла. Сейчас. Подождите. А вот сбоку. Вот сбоку показывалась. Господи. Видите? Роллит голд. Ну, роллит, не роллит. Ой, вранила. Не очень аккуратно. Ну, ничего не случится. Потом эти коробочки мне понравились, что завесить мне дали еще вот эту брошечку. Шуршим-шуршим. Вот видите, брошечка явно старинная, да? К этой брошечке вот здесь что-то, наверное, подвешивалось. Или цепочка, или что-то, кончик какой-то. Ну, маленькая такая капелька, да? Но мне брошка нравится и так. Конечно, коричневый цвет не очень, но здесь обломаны листики. Видите? Вот этот листик я еще смогу сама подправить, да? Вот эти сложнее. Этот просто перевернуть надо. Сейчас покажу. Перевернуть. Ну, он неправильно. А вот этот... Ну, я, конечно, сделаю, да? Для меня это небольшая проблема. Только он просто будет короче. Я его возьму и подпилю, да? Ну, если взять и вот так вот сейчас я... Подождите. Как бы вам показать, чем бы, как бы... Может быть, вот так вот. Зацепила штатив. Видите? Вот так вот сюда подпилить. Вот сюда так раз. И сюда так раз. Хотя бы... Ну, если делать такой, как этот листик, да? То надо очень скруглять. Так вот он будет совсем короткий. Вернее, его отпиливать. Можно немножко скруглить. Я не думаю, что оно брошку испортит. Но самая большая проблема... Вот, видите? Нету кусочка. Это беда. Беда. Ну-ка. Хотя... Крючок цепляется. Не идут мои перчатки, которые я заказала другие, которые мне нравятся, да? Наверное, тут всё-таки была страховочная цепочка. Потому что, видите, вот так вот, да? Листочек, где он окроман? Получается. Но если он будет внизу, то, может быть, не так будет заметно. Но я, конечно, не очень люблю. Вот когда... Я знаю... Его не видно. Но я знаю, что там что-то корялое. Вот этого я не люблю. Но я подумала, что делать с этой брошкой. Но она, мне кажется, хороша. Листочки я подправлю. Бусины тут. Вот это... Такая... Отсюда, не отсюда. Вот, смотрите. Вот эта бусина. Ну, посмотрим. Ищем, что делать. Ну, это будет, конечно, не скоро, пока я доберусь. Вот всё позацеплялось. Да, не хочет она меня отпускать, видите, брошечкой. Хочет, чтоб я её пользовалась. Ну, я её протру. Ещё раз посмотрю. Я думаю, что всё я с ней сделаю хорошо. Будет брошечки. Хороший шанс. Будет всё счастье. Значит... Ещё мне вот какая-то такая штука достала. Что это за штука? Штука непонятная. Да? От чего она тоже непонятна? Что она держит, не держит? Я не знаю. Может быть, кто-то, если... Будет интересно. Или кто-то знает, что это. Да? Потому что, вот, металл такой интересный. Да? Я бы подумала, что это 9 карат золота. Да? Но сейчас такие умельцы, что я не знаю. Ну, вот это вот была штука. Я... Сумку. Хе-хе-хе. Ручку прислали, сумку забыли. Так. Ещё вот такая брошечка, да? Смотрите. Кулётики, кулётики, не лень же. Вот такой сразу видно. Ну, какая-то брошечка именная, да? Ну, какой-то мастер. Но дело в том, что, посмотрите, она просто пустая, да? Даже если эту брошку сделал мастер, пустой она быть не может. И вот я вижу, видите, не знаю, видно вам или нет. Сейчас возьмём нашего помощника указательного. Ну, вот смотрите. Видите? Вот. Что-то здесь стёрто. Стёрто, стёрто. Но... Просто стёрто. И нету... Вот видите, тут эти пипочки, которые застёгиваются, да? Ну, не знаю. Тут единственное, что... Вот... Подпись, да? Я почищу. У меня ничего такого нет. Это можно приварить. У меня есть мастер, который мне приварит. Очень долго просить, конечно, надо. Потому что делает он это бесплатно. Делает он это хорошо умеет. Потому что у него красиво получается ювелирное изделие. Но уговорить его что-то сделать вот для близких очень сложно. А так он делает очень красивые изделия. И серебра, и золота. У него свой собственный бренд. Ну, видите, вот сразу раз и выпало. Ну... Он считает, возьмите, купите хорошее и не просите ничего переделывать. Вот это вот такие у нас. Вот, смотрите, какая голубая брошечка. Прямо как сердце океана. Очень красиво даже не голубой. Свет вот не передает. Он немножко такой с бирюзой. Брошечка хорошая. Я думаю, что брошечка старинное производство мы не знаем. И тоже, смотрите, видите, вот эта штучка прямо выпала мне в кулечке. Хорошо она есть, но я думаю, что ничего нам это не даст. У нас даже есть вот эта булавочка. Если она уже отвалилась. Мы её сейчас положим обратно, чтобы знать, чтоб не потерялась. Может быть, нам через сто лет её приправляют. Кладём кулочек маленький. Вот так вот. Потом вот есть ещё такая брошечка. Сейчас посмотрим, что с ней тут. Так, не так. Так, видите, как-то мне так повезло. Все почему-то срезаны в булавки. Все абсолютно. Причём как-то они, ну, сломаны, срезаны. Брошечка старинная, мне кажется. Очень красивый камешек. Вот этот вот. Ну, красивый, хотя и не очень. Вот эти вот вставки такие. Ну, это что-то много брошек. Я видела со всякими такими вставками. Бывают накладки. А здесь просто что-то растворилось, я так понимаю, от старости или от того, что её вот где-то подпаивали, мне кажется. Ну, я потом получше рассмотрю. Наверное, я её восстанавливать не буду. Пусть она летит. Потому что у меня достаточно изделий, которые ждут восстановления моего внимания. Ну, её тоже я посмотрю, как получится. Вот смотрите. Вот что вот это, да, такое мне, вот. Я не знаю. И что это было, я тоже не знаю. По всей видимости, кулончик, но он же не может просто вот так вот со стеклом болтаться. С прозрачным. Что-то, где-то, какая-то часть видна у телена. Ну, ничего. Вот что вот это, вот смотрите. Так, да, вот видите. Тут так. Что это? Я так понимаю, это что-то мужское. Потому что тут каких-то две вот штучки такие. Я когда надавливаю... Сейчас, подождите. Ну, там пружинка ходит, да. Для чего это, я не пойму. Ну, так что там какие-то буквы. Буквы... Сейчас посмотрю по-другому. Что-то харта. Еще зрение получше. Зрение... Подводит. Вот. Ну, ничего. Сейчас прочитаем. Я не знаю, что это. И не могу прочитать что-то. По буквам. Буквы стерты очень. Там видно, что что-то есть. Но это надо... Кто хорошо видит. Может быть. И... Кто знает. Если я не знаю, для чего это вот предмет предназначен. Вот смотрите. Видите? Тут беленький. Второй. Одинаковый. Они разные. Я бы подумала, что это... Здрасте. Видите? Вот я нажала. И он что-ли... Нет. Он открутился, наверное. Ну-ка, что тут попробуем прочитать. Что тут написано. Когда... Там... West. И там все стерто. И до свидания. Не знаю. Может быть. Кто-то из вас знает, что это. Вот. Я попробую показать. Не знаю. Как поставить так, чтобы вам было видно. Вот такое. Что-то там написано. Не понимаю. Ну, ничего страшного. Это вопрос не принципиальный. Главное сейчас попробовать теперь это... Ага. Вот мы закручиваем. Понятно. Мы закручиваем и отпускаем. И оно зажимается, да? Вот. Видите? И оно тогда держится, не падает. Это что-то старинное, интересное такое. У меня таких вещей нету. Я даже не имею представления, что это. Но зато у меня есть теперь вот такая коробочка. Так. Сейчас в коробочку сокровища. Видите, как удобно. Коробочка и пришедшие в ней сокровища. И ждем своего часа и ручку от сумки. Вот так. Вот так. Вот так. Так я все убрала, потому что хочу показать вам вот это. Вот такое украшение. Да? Вот. Кстати, эти коробочки за ними почему-то гоняются. Но, во всяком случае, они долго стоят. Я не знаю, что это за украшение. И мне вот они пропались. Видите? По всей видимости, это был браслет, да? Потому что и этот браслет тут, наверное, два все-таки. Потому что вот такой вот и матовый. Да? И вот матовый к матовому. Цепочка. Это не пластик. Это какой-то металл такой интересный. Я вам покажу. Потому что, вот смотрите, что-то это старинное, конечно. Видно, да? По замочку и все. Оно сломано. Если я найду вторую часть, можно подклеить. Для чего это? Ну, браслет. Этот. Клон. Да? Здесь браслет. Вот такой в браслете я такой части не вижу второй. Здесь все с дырочками и как-то вот цепочки кусочек. Да? Потому что вот некоторые бусины. Вот видите? С одной дырочкой. Это значит, отверстие одно сюда. Сюда. Или, может быть, это что-то кто-то перебирал, а это остатки. Понимаете? Я положил. Я не знаю. Это что? Это тоже. Видите? Раз. И что вот это такое? Это такое украшение или это? Что-то тут было наклеено. Да? Смотрим. Видите? Или это от времени оно так? Вот так, наверное, оно было. Смотрите. Вот. Вот. Потому что две. Одна. Вот так. Две. Одна. Ну, не знаю я. Вещь, конечно, такая мне непонятная пока, но я не буду сейчас отнимать много времени. Мне просто интересно, да, на данный момент это как-то так, наверное, складывается. Что-то такое очень интересное. Ну, надо будет проявить фантазию и попробовать. Я понимаю, что я даже не знаю, как это выглядело изделие, да, но я попробую его собрать, потому что тут оно есть. Просто поимпровизирую. Мне иногда нравится. Я люблю что-то разобрать, потом собрать опять. Так что вот такой вот лотик. Засловно, конечно, в этом лотике моя коробочка. Коробочка вообще, я не знаю, она такая прям коробочка-коробочка. Ну и брошечка мне очень нравится. Так что вот такой лотик у меня появился. Не знаю. Так, блин, да. Пожалуйста. Сейчас подмельчем, потому что пыль. Так. Теперь у нас осталось время, потому что, видя на 45 минут, я ведь это думала делать, да. Хочу показать вам маленькие такие покупочки, потому что их накопилось очень много, да. Вот. По одной вещи я покупала. Так, ладно. И я в каком-то, не знаю, вот смотрите, опять купила я черешенки. Для своей черешенки. У меня есть черешенка. Вот видите. Вот. Не знаю, что я ей сделаю, но что-нибудь сделаю. Хорошо, сейчас я тогда ей остановлю, схожу попью водички и продолжу. Так, ладно. Помнуюрячки до others. Да,Pro computing сagogкой есть. Так, вот. Бт оригинский наш жаренка веществ, приняте пл havocящих до学ников, прочности, которую когда я описываю, то у меня есть и фольк, ậy. Продолжение следует...